Всем привет! Сегодня у нас суббота, выходной. Мы решили съездить в магазин ПОКА. Также я вам покажу простой рецепт обеда и немного позанимаемся домашними делами. Уже заканчивается октябрь и хочу с вами поделиться своими старыми видео на тематику нового года. Там будут про подарки, что подарить, какие идеи. Я вам оставлю две ссылочки на свои старые видео. Конечно же, такие подарки, которые я показывала в прошлом году, они актуальны всегда, не только в прошлом, но и в этом и в следующем. Поэтому обязательно посмотрите. Возможно, какие-то идеи пригодятся и вам. В этом году я еще такую подборку не делала. Если сделаю, вы, конечно же, увидите первыми. Ну а мы начинаем наш день. Немножко не в том порядке начинаю показывать. Сейчас вечер и показываю именно нашу поездку. Мы в часов пять решили съездить в магазин. Пока мебельный, текстильный и разные такие штучки там для дома можно посмотреть. И уже после прогулки по магазину меня озарило, что уже во всех магазинах стоят красивые украшения новогодние. Все как-то готовятся. А у нас в этом году тишина. Пока никаких нет идей. Поэтому я решила с вами поделиться своими старыми видео. Там очень много интересных, мне кажется, подарков для детей. Можно что-то подобрать и для себя. Но в этом году я еще пока такое видео не делала. Как я уже сказала, идей пока нет. Поэтому, возможно, позже что-нибудь и выпущу. Но сейчас мы выбираем диван. И потом мы приехали домой и поняли, что а куда нам его ставить? Мы же детям отдали нашу большую гостиную. Поэтому так это интересно. Так посидели, повыбирали. Ткань нам вся понравилась. Пообсуждали, что бы можно было взять. Вечером с мужем сидим. И это все хорошо. А куда ставить-то? Поэтому мы так просто ездили посмотреть. Нам вот именно этот диванчик очень понравился. Похоже, был в Икее. Но мы, конечно, сейчас брать ничего не будем. Потому что комнату отдали детям. У нас получается полноценная отдельная спальня. У детей своя отдельная. Самая большая комната в квартире – это теперь их. И у нас есть кабинет. Кабинет мы разделили на столовую зону и рабочую зону. Но я потом чуть позже покажу. Потому что ремонт мы еще тут не делали. Только в детской комнате. Ну и походили по магазину. Посмотрели, что вообще продают. В целом цены неплохие. Очень многое мне понравилось. Есть чего выбрать. И больше всего мне нравится, что магазин Poco предоставляет именно большой ассортимент в плане цвета и ткани. Там, где я нарезки показывала. Мне это очень понравилось. Не в каждом магазине это есть. А если и есть, то непонятно, какие цвета. Тут именно оттенки очень удачно подобраны. И столы мне в этом магазине нравятся. Но с учетом того, что это фанера, мы смотрели, это не дерево по 200-300-400 евро и выше. Ну, дороговато. Но вот визуально они, конечно, красивые. Еще мне понравились две кухни. Так камера сильно не передает цвет. Вот красный и зеленый у меня камера не сильно цвет передает. Такой фисташковый, наверное. Фисташка-оливка, я бы назвала. Очень симпатично выглядит. И мне кажется, по качеству хороший. Потому что были такие верхние, как панели, очень сильно пальцами запачканные. А эта прям стояла идеальная. Хотя все ее трогали. И вот запал мне прям в душу именно этот вариант кухни. Он идет с дополнительной стойкой. Она, конечно, для нашей кухни не подойдет. Но мне этот вариант очень понравился. Я что-то такое себе изначально хотела. И мне цвет именно понравился. Он как будто бы серо-розовый. Бежевого там нет вообще. Я бы сказала, старая роза в сером оттенке. Ну, вот камера она так все равно не передает. И вообще, вот так вот, если брать тоже визуально, именно эта кухня нам тоже понравилась. Но она нам визуально понравилась. А вот по цене она мне вообще не понравилась. Я так поняла, тут можно установить по разному варочную поверхность. Никогда не видела, чтобы в этой полочке выдвижной она была. И вот очень сильно мне понравилась эта духовка. Она гораздо меньше нашей. На один противень. Ну, там не на один, там можно три. Но вот один он такой не сильно большой. Мне вот прям очень нравится. И дверь уходит под низ, чтобы не мешало. Мне кажется, мне вот такой вариант подошел. Я хочу вот сменить духовку. Но не сейчас, потом буду думать. Цель на кухню менять или только духовку. Там уже посмотрим, наша уже кухня начинает потихоньку портиться. Поэтому будем смотреть. Также тут разные шкафы есть. Но шкаф я не планирую менять, потому что у детей хороший стоит большой шкаф. Наш, еще который был когда-то в спальне. А себе я там придумала по другому организацию сделать. Поэтому шкаф я пока не хочу. Когда-то раньше у нас в детской комнате был розовый шкаф. Еще в старых видео он мелькал. И мы его заказывали через Эбэй. И так получилось, что там доставка пошла из Польши. Он был очень хорошего качества. Красивый, хороший. Но из-за того, что у нас тогда плесень началась. Это вот уже, я уже забыла, когда это было. Четыре, наверное, года назад. Пять. Мы его выкинули. Там уже даже продать нечего было. Задняя стенка полностью заплесневела. Потом на одежду все пошло. Поэтому выкинули. Кроватки разного тоже есть дизайна. В виде машинок, домиков. И уже вот новогодняя коллекция. Все очень красочное, красивое. Все хочется сразу купить. Но нужно понимать, что нужно делать рациональные покупки. Я уже много раз про это говорила. Я себя останавливаю. И если я знаю, что я могу сорваться и купить. Всякое не нужно. А я лучше дома деньги оставлю. Съезжу в такие магазины, которые поблизости. Знаете, без денег. А то я уже вчера думала, скуплю там полмагазина. Но ничего не взяла. Очень многое можно купить на тему. И очень многое можно купить в акцион. Но дело все в том, что нужно вот сразу ехать покупать, пока оно есть. Потому что уже в ноябре, под конец ноября, в начале декабря, уже товаров этих не будет. Там уже все на Пасху выставят. Мне очень сильно понравились эти обои. В жизни вообще другой оттенок. Я бы сказала, к такому болотно-темно-зеленому. Очень сильно понравились. Я так себе придумала. Если получится, я бы в спальню хотела сделать с ними одну стенку. И вот в этом варианте мне больше нравится посмотреть обои. Сразу как такие макеты. Ну, я бы сказала, пробники. Непонятно. Цена какая-то. Вот эти, например, стоят 2 евро. Непонятно за сколько. У нас такие на нашей кухне. Мне они очень сильно понравились по качеству. Хоть они и белые. Качество отличное. Их можно мыть. Они у нас уже, получается, сколько? Шестой год уже, по-моему, висят. Они вообще не пожелтели. Ну, только там в одном месте из-за фритюрницы. А в целом обои заготовки, они у нас не пожелтели. Я в восторге. Ну, а сейчас вот я возвращаюсь в начало дня. У меня дети ушли гулять. Дома никого нет. Младшенький только спит. Поэтому я решила заняться уборкой в детской комнате. Можно, так сказать, отдохнула. Да, вот никого нет сидя, отдыхая, занимаясь своими делами. А вот нет. И я решила позаниматься непонятно чем. В общем, перестелила бельё, помыла полы, перебрала детские разные там такие, как бы, баночки хранения. Ну, они мне сами добро дали, потому что я у них попросила, что вы там уберите. Ну, они убрали. Ну, вот сейчас я вам покажу, как они убрали. Я хотела более тщательно, поэтому я решила, уже ладно, я сама приберу. Мне так будет быстрее. С постельным я закончу, а сейчас покажу быстренько. У меня, кстати, это бельё, оно в темноте светится. Вот ёлочки и, по-моему, вот эти зелёные, мне кажется, они светятся в темноте. Очень ярко детям нравятся. В Lidl когда-то это бельё покупала, оно хлопковое. И самое вот нормальное по качеству, по итогу, у меня из Lidl и из магазина Primark. Остальное уже начинает портиться. Последнее мы бельё покупали в магазине Акцион, оно тоже хорошее, хлопковое. А вот на Temu заказывали, ещё в каких-то других магазинах. Нет, не очень хорошее было. Поэтому надо уже какие-то обновки сделать. Но я ещё пока ничего красивенького не нашла. И сейчас начинаю небольшую уборку на детском столике. Кстати, вот у меня очень много ножниц. Мне как-то когда-то кто-то писал, зачем вам столько ножниц. Они все с узорами. Да и вообще ножницы как-то в нашей семье быстро расходуются. Я не знаю, куда они пропадают. У меня два есть варианта на кухне. Я для мяса только использую. Потом есть для ткани, для бумаги отдельные. Поэтому ножниц получается много. Дома так тихо. Я в один момент себя словила на мысли, что я отдыхала, пока убирала на самом деле. И мне нравится, знаете, когда все своими делами заняты. Я быстренько убралась. Там минут за 20-30, наверное. Обед я тоже уже приготовила. И мы спокойно поехали по магазинам. И сегодня вот уже воскресенье. Я сейчас озвучиваю. Понимаю, что всё чистенько, перестелено. Все в порядок приведены. Поэтому хочется позаниматься уже каким-то своим творчеством. Так как свободный день. Поэтому тоже сегодня буду заниматься своими делишками. Может, получится у меня отснять. И я этот стол, кстати, мы соединили, получается, из буквы L. Сделали такой сплошной. Мне в таком варианте он гораздо больше понравился. У меня дети, получается, втроём могут сидеть. Но я планирую для младшего приобрести отдельный столик. У него сейчас есть музыкальный со вкладышами, который. И он плоский. То есть там нет никаких дополнительных игрушек. Звук просто выключается. И он садится там. Тоже может поесть или порисовать. Он небольшой такой столик. Но я ему хочу отдельный и с креслом. Я видела, такие кресла есть как с дополнительным хранением. Но пока так нормально. Я ещё ничего такого интересного не нашла. Зато нашла нашу классную книжку. Мы её назвали как скраббукинг. Там разные наклейки, вставки, отдельные декорации. То есть как бы создаётся страничка какой-то истории. Иногда вместе. Иногда дочка вот старшая она сама создаёт. Мне очень нравится. Есть разные наклейки. Так как у нас куча разных стразиков, наклеек, каких-то штампиков, печати. И можно много чего интересного создавать. Вдохновляясь сезоном, погодой, какими-то праздниками, можно составить абсолютно разную историю. Вот у неё куча блокнотиков, такие основные. Я ей выкладываю на стол в это хранение. И вот я думала, там что-то прилипло. А это оказывается брелочек сделали. Там трогать нельзя. Поэтому я аккуратно всё прибираю. И без разрешения ничего не выкидываю. У нас сегодня был договор, что я прибираю. И всё, что я хочу выкинуть, я на отдельную полочку там сложила. Они потом сами это всё разобрали. Вообще, я стараюсь, конечно, чтобы девчонки убирали в своей комнате сами. Ну, повседневную уборку они, конечно, делают. Они могут и пропилисосить. И могут, например, пол помыть. Там пыль вытереть. Но когда я уже хочу более тщательно, естественно, я это всё делаю. И ничего в этом плохого не вижу. Я считаю, что так и надо делать. Поэтому в любом случае я это всё тут навожу порядок. И стулья вот эти тоже со всех сторон протираю. Они визуально мне нравятся. Но вот именно по качеству мне они вообще не нравятся. Получается, сидушка сама, она более выпуклая. Вся грязь, крошки под эту сидушку падают. Там даже пылесосом не получается её выскрепсти, не тряпками, ничего. А всё равно там очень грязно. И она никак не поднимается. Я думала, там, может быть, надо было, конечно, изначально на чехол садиться. Тогда бы таких проблем не было. Но чехол стандартный тоже не подходит. Спинка, она заужена. Чехол обычно немножко шире на спинке. И наоборот, заужен к сидушке. А сидушка в этом варианте очень широкая. Они просто не налазят. Но стулья тяжёлые, они удобные по спинке. Поэтому менять я их тоже пока не хочу. Если всё сразу менять, тут всех денег мира не заработать. Поэтому так, потихонечку обновляем, что-то делаем под себя. Скоро уже новогодние праздники. Мы уже больше акцент на это делаем. Надо ещё ремонт в нашей спальне делать, чтобы порядок был. И сейчас вот я приступаю к нашей деревянной полочке. Мы, кстати, очень много повыкидывали. Я сейчас вот прибираю и понимаю, что мы на самом деле очень хорошо расхламились. Большую часть интерактивных игрушек мы отдали. Наши друзья, они поехали на родину. Мы там и решили тоже немножечко подсобрать, чтобы они там подарили деткам каким-то. И мы эти игрушечки все собрали. Кое-что я выкинула. Кое-что у меня стоит на eBay Kleinzeigen. Я вот буду продавать. Ну, как-то оно ещё с продажи у меня не пошло. Я за очень дёшево там отдаю, скажем, даром даже. Не хочется просто на улицу выкидывать, хочется там хотя бы за десяточку продать. Всякие принадлежности для Baby Burn'а, для куколки и всё такое. По всем шкафам прошла. Очень много повыкидывала. Скажем так, 4 больших пакета таких чёрных, знаете, которые продаются для мусора. Именно большие в полуроста. Вот такие пакеты мы выкинули с детской комнаты. Ну и вот с игрушками немножко разобрались. Потому что у сыночка все его игрушки в коридоре. Так как у нас в коридоре пол утеплён, мы туда всё ему снесли. Потому что в детской комнате сейчас коврика нет и пол достаточно прохладный. Надо ещё ковёр будет стелить. Поэтому в коридоре у него своя зона. Там тепло, уютно, хорошо. Все его машинки, инструменты. А в этой комнате пока я оставила всё для девчонок. У нас есть хорошие такие боксы. Ну вот хранение это, да, не знаю. По-моему это боксы называются. Они очень хорошего качества, не растягиваются. И там у нас уже остались кое-какие мелочёвки. Всё-таки девчонки уже растут, они в школе. Им уже играть хочется в другие игры. Они уже больше по творчеству. Ну и кое-какие такие игрушечки, как от доктора или там Лола мы ещё оставили. Ну в общем так скажем освободили место для нового творчества и новых игрушек. Поэтому полочка достаточно свободная. Потом там дети хранят уже свои телефоны на зарядках. Компьютер ставят повыше, ну чтобы убрать, поэтому там достаточно свободно. И для волос я там эти расчески оставила в таком горшочке. Удобно очень хранить. Они тогда не по всей квартире, поэтому стоят тоже на этой полочке. Младшему эта полка вообще никак не нужна. Он на неё так бывает смотрит, возьмёт вот для доктора этот набор и всё. Также у меня тут хранятся пазлы, но это я вместе именно с детьми играю. Он сам их не берёт, вот только если мы вместе садимся играть. У него там вот машинки. Ещё нельзя мне было выкинуть эти листочки, поэтому я их даже не трогаю. Они стоят в одной стороне и всё хорошо. Влажная уборка прошла вокруг листочков. Я их даже лишний раз не шевелила. Ну, в принципе, с уборкой всё. Вот в этих вот пару коробочек у меня остались кое-какие мелочёвки и пазлы разные. И сейчас я буду приступать к обеду и покажу небольшой отрывок нашего завтрака. У детей сегодня ночёвка была с друзьями. Я вот им завтрак такой быстро делала. Треугольником нарезала хлеб цельнозерновой. Обжарила в яйце с двух сторон. В сосиски детские, куриное отварила. Овощи, творожная помазка, также были ещё фрукты. И я сделала творожный сырочек. На канале уже есть подробные рецепты, но я вам быстренько так скажу. Там получается у нас творожок, кокосовая стружка, немного сливочного масла я добавляю. Также рубленный шоколад для вкуса и орешки. Сахар или пудру вы там уже сами регулируете по вкусу. Я это делаю всё в одну плотную массу, формирую сырочки и ставлю в холодильник. Если я их хочу покрыть шоколадом, тогда надо в морозилку на полчаса. И затем я их покрываю. Но в этот раз у меня классические. И вот сейчас я уже приступаю к обеду. Будет у нас суп. Обычный простой супчик у нас в семье, он называется борщом. Кто как хочет, так и называет. Потому что я как не открою интернет, там вечно эти споры по поводу рецепта. Это не то. Это не так. Нет, оно не так называется. Ну, вы же понимаете, что рецептов много. Как можно вообще про это спорить? Поэтому я на втором бульоне, уже отварила в два раза бульон, буду отваривать картофель и делаю зажарку. На крупной тёрке я решила натереть морковь, нарезала лучок, обжариваю на сливочном и растительном масле. Пусть это немножечко всё потомится. И затем я это всё буду добавлять уже к картошечке. Даю немного провариться вместе, чтобы вкусы у нас сошлись воедино, так скажем. У меня бульон уже солёный, я ничего не досаливаю. Вы там смотрите сами, я обычно супы под конец солю. И когда у меня уже практически готов картофель, так на грани, я добавляю капусту. Я её немного руками так тоже отжала, чтобы она более хрустящая была. Мне так больше нравится. И тоже капусту долго мы не отвариваем, иначе она будет как пластилин. Потом я добавляю буквально через 2-3 минуты уже наше мясо. И в последний момент свёклу. Она у меня уже сразу такая варёная. И она цвет обычно даёт, если с лимоном сделать. Но она хорошо окрашивается красной, да. Но у меня не было никакой лимонки. Ничего такого не было. Я решила томат натереть. Тоже хорошо получилось. Вообще, можно вместо свёклы добавить, например, красную фасоль в этот суп. Будет тоже очень вкусно. И в самом конце добавляю зелень и тёртый чеснок. Закрываю крышкой и даю настояться минут 20. Всё, друзья, буду с вами прощаться и делать дальше свои домашние дела. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok